Отец Дмитрий Понимаете, какое дело? Есть вещь неизбежная. Грипп или, например, старость. Или Соединенные Штаты Америки с королевством Великобритании. Это вещи неизбежны. Но нет на свете такой гадости, которую бы Англия не сделала бы России. И ничего другого быть не может. Это, ну, вот, как вороны каркают, они же не могут пить соловьем. Поэтому есть вещь неизбежная. Вот, поэтому и здесь определенные трудности. И, может быть, еще они усугубятся. Но если... Я очень хорошо помню свое детство. Когда что-то мне снится из детства, я... Ну, первое, это я замечаю, что я проснулся в холодном поту. А второе, мысль, что, слава богу, я уже не в детстве, а в старости. Поэтому если сравнить та жизнь, в которой мы жили в детстве, с той, которая сейчас, это не небо и земля, а это, знаете, луна обратные стороны, и райские кущи. Поэтому, в общем, роптать как-то не надо. А возможности для того, чтобы, ну, себя прокормить и одеть, это все же зависит от взгляда. Отец Дмитрий, тот вопрос, который интересовал, собственно, всегда наших людей и интересует до сих пор, споры ведутся постоянно по поводу отречения Николая Второго. Было ли это отречение, на ваш взгляд, или нет? Он как человек очень опытный, который застал... Юридически не было. То есть, юридического отречения государя не было? Нет. Это... Ну, юридически это ничтожно. Теперь, ну, как бы психологически. Если бы был такой документ, то никто бы царскую семью не убивал. Потому что это настолько невыгодно было большевикам, что они даже скрыли факт убийства царской семьи. Первоначально? Сначала, да. Вот. А так... Фактически, конечно, было. Фактически было. Вот. И я, как частное лицо, может, это не всем понравится, я считаю, что это поступок сродни поступку преподобного Сергия, когда он ушел из основанного им монастыря. Когда монахи взбунтовались по поводу строгого устава, он взял и ушел. И это был правильный поступок? Я думал, что это правильно, потому что вот избранники народа в лице Шульгина, Гучкова пришли и, так сказать, сказать, вот так и так, Ваше Величество. Он запросил всех предателей, руководителей фронтов. И, кроме одного, все, и его начальник генштаба, предатель генерал Алексеев, который потом возглавил, так сказать, на какое-то время, пока не умер, Белое движение. Добровольческая армия. Да. То вот как раз это свидетельство, что человек, он оказался неверной присяге императору. И это сыграло свою роль. А наш император, он был настоящий христианин. Вот. И он, понимая всю ответственность, он, тем не менее, совсем не хотел править страной, которая его не хочет. А уж газеты подготовили, они же подготовили народ. Вот. И его никто не защищал. Хотя вполне можно было. И вообще большевики на момент расстрела царской семьи не представили никакой силы. Реально. Если бы люди захотели, любили своего императора, как французы своего Наполеона, они этого никогда не допустили. Он даже после таких поражений и опять восстанавливал свою гвардию, и люди за ним шли. Вот это была любовь. А здесь нет. Так как, ну, всякие юридические сигналы для меня никогда не играли никакую роль. Вот. Поэтому по существу отречение было. Для меня это важное дело. Ну, важно, что это был правильный поступок. Я считаю, что да. Что я считаю, что он поступил как христианин. Но к тому времени уже очень многие люди, а уж про сейчас и говорить нечего, что люди не понимают, что такое христианство. Поэтому они осуждают, там, всякие статьи пишут, что он там слабохарактерный, там, еще какая-то ерунда. Вот. А царю не надо быть никаким характерным. Есть принцип самодержавия. И люди должны ему служить. Зачем царю быть самым умным, самым храбрым? Ну, хорошо, когда это есть. Но это совершенно не обязательно. Это народ должен. Как пчелы охраняют матку в улей, так они должны служить ему. И отдавать на алтарь Отечества свой ум, свое образование, свои средства, свою жизнь, свою кровь. Вот. И тогда совершенно это не важно. Царь должен быть обязательно героем. Мне достаточно, что он любил свою жену. И был уверен. Да. Но это, само собой, это и есть некий укор всем остальным и тому, так называемому, высшему свету, который жил под другим законам. И поэтому его и осуждали. Потому что он был немым укором вся его семья. для всех, которые жили совсем не так. Вот. Поэтому я очень рад, что в России вот такой был император. Его величие, у нас вот Петр Великий, Екатерина Великая, но его величие в его христианстве. Нам как бы вот в романовский период такого не хватало. Ну, кроме вот, может, убиенного Павла I. Вот. Тоже он, на его могиле постоянно чудеса совершались. Народ его очень почитал, убиенного императора. Вот. Но вот Николая II, Николая Александровича, в этом смысле, конечно, ну, просто отрада души. Поэтому я вот всегда смотрю, особенно люблю вот портрет в ту журке Ваня Тима Александровича, Серова. И он как бы проник в самую глубину этого замечательного, такого благороднейшего, кроткого, тихого человека. человека. Настоящий христианин. Для меня это есть вот такой образец. Опять же, лично для меня. Все остальные, как хотят. Батюшка, в самом начале беседы вы сказали, что, к сожалению, люди приходят к Богу, но не становятся христианами. И христианству их надо еще учить, и им надо учиться. Вот если коротко, так сказать, вот несколько основных тезисов, в чем должно состоять вот это обучение самого себя? Или вот... Ну, сначала человек просто обращается к Богу. Он как бы открывает для себя, что есть высшая сила. И он понимает свою зависимость, и это обычно бывает в какие-то острые моменты жизни, когда он видит, что Бог ему помог. И в силу той традиции, ну, большинство наших соотечественников, они обращаются к церкви. Понятно. Но придя в церковь, они еще не пришли ко Христу. Они только сталкиваются с Евангелием. Ну, и мы видим, даже апостолы не сразу Евангелие восприняли. Поэтому Господь и говорит, он в притчах, чтобы запинали эти образы, а потом эти образы начинали жить в их сердце. Ну, и благодать Божию в этом помогало. Вот. Так же и здесь. Поэтому сначала путь в оцерковление. Что человек вот в этой школе христианства, в церкви, он начинает чувствовать себя, ну, как дома. Вот. А потом уже он сердцем воспринимает, как вот жить все время с невыгодой для себя. Всем предпочитать пользу ближнего своей собственной пользе. Потому что христианство, оно, недаром существует обратная перспектива в иконах, оно противоположно тому, чему учит этот мир. Мир учит копить деньги. Христианство, говорит, для каждый день имеет свою заботу и этого достаточно. Не заботитесь, что вам есть, что пить, во что одеться. Так вот, скрупулезно все перечислено. Вот. И так во всем. Не жалей своей жизни, не бойся убивающих тела. Ну, и так далее. Вот. Потому что у обычного человека, нормального, млекопитающего, у него шкурный интерес. Во всем. А у христианства интерес небесный. И вот, надо же преодолеть свою любовь в собственной шкуре и так полюбить Христа, что захотеть отдать за него жизнь. Не только свою. а и все то, что тебе очень дорого. Чрезвычайно. И вот поэтому я представляю, как ну, и Александр Федорович, и Николай Александрович, как они любили Россию. И вот и совершили этот подвиг. подлинное христианство, оно в этом, собственно, и заключается. В способности жертвовать. А если бы мы были природные мусульмане и обратились к Богу, ну, мы пришли бы в мечей. И путь мусульманина к христианству он уже гораздо дольше. Такие случаи тоже бывают. Поэтому все это понятно. У нас нам гораздо легче. Нам не нужны какие-то отдельные ступени. Мы можем сразу. Но все-таки это путь. Это нельзя так. Хотя отдельные люди бывают и этот путь проходит прям. Ну, как мученик Севастийский стерег воинов и встал на лед. Все. И не отвлекался. На что? В храм поехать? Креститься? На крестильную рубаху деньги копить? Не беспокоился. Вот какой надо крестик? Деревянный или лучше золотой? Ни о чем этом. Просто встал на лед и все. И уже когда он закончил свою жизнь под ударом меча он уже был христианином. Бывает кратко. Но это нужный подвиг соответствующий. Отец Дмитрий, большое спасибо. Мы очень признательны за то, что вы посетили нас, наставили, просим ваших святых молитв. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Матюшка. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.